итак еще раз приветствую всех и вторая часть видео обзора по наушникам маршал майор 2 ну в первом видео посмотрите я все сказал по ним вот второе видео мы остановились чтобы попробовать услышать как они играют для этого подключили пульт и наушники в путь ну я имею ввиду чтобы еще видно было что отражалось ну по пульту я вот хотел сказать что тут отдельно надо делать репортаж это пульт вообще вот от этих плееров мза и наш 3d мза и наш один он универсальный причем удобно что трехстрочный он подходит ко всем вот хаймеди плеером и sony тут видите надписи нету вот единственного именно что но сколько лет он у меня с 2009 года если не ошибаюсь я его вот уже царапал весь не все надписи стерлись sony волкман мз а точнее модификации rm mc 40 елка то есть вот такое название все вот здесь вот было вот красиво все это нету более того вот видите потому что все время на грудном кармане снаружи где-то об людей в метро где-то еще в движении в таком когда тесно я хожу быстро конечно кого-то приходится задевать или кто-то меня задевает или где-то я там двери еще что-то задеваю все спешат все в мегаполисах сами понимаете куда то вот так и падал из велосипеда и собственно я хочу сказать что вот эти пульты они неубиваемые бывает тут какие-то пиксели там битые прогорают это уже сколько надо лет а так и под дождем был и в снег и тоже в холода и не есть подсветка вот сейчас по моему выставлено вот я включаю у него автоматическая синеньким подсветка чтобы понять что он трехстрочный но сегодня в любом случае обзор нету пульта заканчиваю обзор вторая часть по наушникам у нас вот есть тут все отображены название композиции я даже подписал сколько килобит тут записано не mp3 mp3 переведен в отрак вот шуга раза качестве вот смотрите вот они играют наушники надо их надевать слушать очень хорошие очень громкие вот еще раз напомню что я их очень много юзал использовал и тут видите и лакокрасочное покрытие осталось и вот эти черные да вот здесь вот единственное что я обращал вот эти металлические они небольшой видимо вот здесь вот лакокрасочное стерлось покрытие сразу образуется по типу коррозии небольшой вот так вот металлические тоже видите все плавно ходит все хорошо но я все-таки предыдущее видео посмотрите первая часть я предположил что не то что я в сетевом магазине купил вот эти точнее их купил наушники а то что по характеристикам они но соответствуют родным это не сверяя коробки вот bluetooth там проверяет по сопряжению а здесь вот допустим здесь вот видите надписи эти сохранены не буду повторяться в общем по разным так сказать небольшим отличить отличительным признакам вот эти наушники очень много долго держится и совершенно мягкие голове удобно и я говорю я мне порой может поездка и три часа занимать если я куда-то еду там на работу потом с работы на дачу вот то есть когда пользуюсь городским транспортом но и городским я тоже прокладываю маршруты что полчаса допустим на метро а полчаса пешком иду до работы возможности чтобы избегать в мегаполисе людей потоки так сказать соприкосновения с ними вот больше идти и наслаждаться музыкой ну и метро все-таки я горел все равно шумно все равно даже на полную мощность даже если снять шапку так и было зимой шапочки все равно будут какие-то допустим еле-еле слышно объявление станции еле-еле но что-то будут какие-то шумы посторонние поступать вот она улице ним равных нету звукаешь избавляешь вот давайте напоследок включим как это играет у нас сначала этот отключим сейчас это я на громкость нажал так громкость на максимуме что нам было слышно отключил с пульта пульт переставляю теперь в этот плеер им за и наш 3d но я объяснял что он не совсем плеер он потому что является еще рекордером как даун лодером загрузчиком вот здесь вот через usb порт вот этот вот видите да свой у него свой специфический и здесь как бы вот это надавливая шторка она либо для адоб станции зарядником является либо является вот передатчиком usb через sonic stage через компьютер вся музыка сюда заливается если вы хотите там допустим high midi формате вот так ну ведь единственное вот им нельзя этим проводом заряжать потому что да там с одной стороны можно было бы просто usb через пересходник в розетку а здесь так сказать сюда нет он не заряжает этот кабель этот кабель только через компьютер так сейчас вставляем тот же диск и мы сейчас слушаем один гигабайтовый можно и обычные мини-диски переформатировать медина там будет 300 с чем-то небольшим мегабайт здесь порядком 960 мегабайт то есть смотря по каким объемом ну чуть-чуть я может путаюсь то есть по сути можно переформатировать и это делают так ну вот у нас загрузилась так датчик показал здесь у нас тоже отображено все нажимаем тут у меня по моему не все записано всего еще где-то порядком двух часов остается свободные записи можно 4 часа записано ну потому что примерно 266 килобитс в атраке для mp3 или 320 в атраке 320 там нету там есть 356 килобитс 352 пардон 352 вот в таком качестве примерно либо 352 либо 264 получится записи примерно там ну 6 часов 56 56 так ну вот мы слышим не то что громче просто 2 подкастом начинается более так шумно громко тоже уровне записи родные так что спасибо всем извините что может быть долго извините что две части сложность была записи одни наушники очень хорошие как раз вот для чего они да вот для таких плееров для кассетных для сиди плееров для мини дисковых плееров для чего угодно вот поэтому я постараюсь хочу себе майоры 3 купить тоже проводные если удастся вот и тоже это все получится я проверю чтобы это не реплика было не фейковая и по ним посмотрим сделаем репортаж собственно ну еще раз скажу почему вот я хочу себе не из-за того что они сломались просто я понимаю хорошая вещь а когда хорошая вещь а вот по низко модели дублирую вот как вот эти плееры этих у меня общение счетное количество плееров во всех цветовых гаммах вот ну и тоже эти недорогие плееры ну вот наушники тоже решил сейчас уже такие вторые не достать не найти 3 уже тоже не достать поэтому пока есть возможность плееров